В 2014 году был принят закон о запрете табакокурения в предприятиях общественного питания. К сожалению, до сих пор не все руководители кафе и ресторанов Славянского района следуют букве закона. К таким нарушителям будут применяться меры административного наказания. А оно, кстати, может сильно ударить по бюджету заведения общественного питания. В районной администрации прошло рабочее совещание по вопросам соблюдения запрета табакокурения в предприятиях общественного питания. В обсуждении темы приняли участие представители общественных организаций района «Казачество», Управление по делам молодежи, Советы молодых депутатов, а также специалисты Роспотребнадзора. Организатором такой встречи выступило Управление по торговле. Одно из мер предупреждения возникновения заболеваний, связанных с потреблением табачных изделий, является установление запрета курения табака в помещениях предприятий общественного питания. Руководители предприятий общественного питания, индивидуальные предприниматели должны разместить в помещениях предприятий общественного питания знаки, запрещающие курение табака. Кроме этого, они должны осуществлять постоянный контроль за недопущением курения своего персонала и посетителей предприятий. В случае невыполнения норм законодательства, руководство предприятий общественного питания может быть привлечено к административной ответственности. Сумма штрафов достаточно внушительная – от 60 тысяч рублей. Руководители предприятий общественного питания должны помнить, что, соблюдая данный запрет, они предоставляют населению качественные услуги общественного питания. Они избегают привлечения к административному наказанию, а также они способствуют здоровью наших граждан и будущему поколению. В ходе совещания собравшиеся обсудили проблемные вопросы, возникающие при установлении факта нарушения закона и привлечения нарушителя к ответственности, а также разработали комплекс мер, направленных на контроль и соблюдение запрета табакокурения в кафе и ресторанах с привлечением общественности. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».